Здесь есть костюмы из спектакля «Алиса», в котором я тоже участвую. Вот это часть костюма. В этом спектакле я играю аж четыре роли. Там очень быстрое переодевание. Чем больше ролей, тем интереснее работать, рассказывает актриса Светлана Косульникова. Она выступает в Красноярском Тюзе меньше года. Переехала к нам в город из Казани вместе с мужем, тоже актёром, и двумя детьми. Смена обстановки способствует творческому развитию и повышению квалификации. Одно дело, что когда все варятся в одной каше из одного города, а другое дело, когда есть приглашённые актёры, есть возможность поучиться. И мы сюда приехали, посмотрели на других, смотрим на других актёров, что-то берём для себя, растём в своей профессии. То есть это большой плюс. На такой серьёзный шаг всей семьёй решились после приглашения и помощи Тюза. Учреждение оплачивает аренду квартиры, в которой поселилась творческая семья. В свою очередь, театр может выделить на это деньги, полученные благодаря участию в краевой программе «Повышение мобильности трудовых ресурсов». Таким образом, почти за год было привлечено четыре актёра из разных городов России. Мы ищем новые таланты, и как раз привлечение из других регионов нам позволяет освежить кровь в трупе, что ли, можно так сказать, некая такая здоровая конкуренция, новые амплуа, можно так сказать. И здесь, конечно, данная программа позволяет создать именно комфортные социальные условия, в данном случае по аренде жилья для пребывающих артистов, чтобы они проводотворны, могли не отвлекаться на социальные вопросы, а творчески работать. Программа направлена на привлечение квалифицированных кадров в наш регион. В ней участвуют различные крупные предприятия, например, Богучанский алюминиевый завод или Красноярская ГРЭС-2. Одно из обязательных условий заключить с приезжим специалистом контракт минимум на три года. Тогда организация получает финансовую поддержку 225 тысяч рублей на одного работника. Деньги можно потратить на предоставление жилья, выплаты на обустройство или обучение. Цель этой программы заключается в том, чтобы обеспечить предприятия, реализующие инвестиционные проекты, трудовыми ресурсами, которые сегодня на территории Красноярского края, ну нет их таких, или же люди есть, специалисты, но они сегодня готовы переехать на те предприятия, которые расположены в других уголках нашего края. За три года работы программы в регион переехали более 200 квалифицированных специалистов. Это не только работники культурной сферы, но и операторы автоматизированного производства, лаборанты, машинисты. Кстати, многие мигрируют целыми семьями и остаются жить и работать в нашем крае. Отметим, что заявки на участие в региональной программе работодатели могут подать в Агентство труда и занятости населения Красноярского края до 15 июня. Ярослав Цымбл, Всеволод Никитин, Енисей, Новости.